всем привет продолжаем смотреть интересные картины знаменитых художников сегодня я хочу рассказать о Джоне Уильяме Уоттерхаус знаменитый английский живописец чьи работы относятся к творчеству парафаэлитов Джон Уильямс Уоттерхаус его часто называют последним парафаэлитом прекрасная длинноволосая дева мифологические средневековые сюжеты дикие травы и заросшие пруды роднят его работы с полотнами Милле и Рассетти я пользуюсь википедии различными другими данными из интернета он нелетко писал своих героинь на фоне итальянских пейзажей одевал их в тонкие отечные платья воплощал в своих полотнах образы нежной психеи и коварной цирцеи героинь античной мифологии ну и в дальнейшем Утерхаус часто возвращался в эти места в Италии чтобы напитаться их животворящим воздух так как он родился на севере Италии в семье известных художников и первые годы жизни прожил в этой прекрасной солнечной стране родители были английские художники и творческая установка окружала будущего живописца с младенчества спустя пять лет после рождения Утерхауса семья возвратилась в Лондон где поселилась в доме недалеко от музея Виктория Альберта в детстве мальчик часто работал вместе с отцом делал Зарисовский с экспонатом из Национальной галереи и Британского музея в 21 год он с успехом сдает экзамен в Королевскую академию художеств где вначале начинает изучать скульптуру лишь затем живо первое произведение Джона Уильяма Утерхауса выставлялись в музее Италии они создавались под впечатлением живописи модных в конце 19 века живописцев Лоуренса Альма Тетемы и Фредерика Лейтона молодой человек в возрасте 25 лет представил на выставке масштабную работу сон и его сводный брат смерть с этого дня и до конца жизни художника эта работа не переставляла выставляться критики и зрители встретили картину с искренним восторгом уже здесь можно отметить основные особенности творчества художника это тяготение к мифологии использование ярких гипнотически завороженных образов символизм как в общей идее так и в отдельных деталях но и в общем-то отсюда и начинается отчет популярности Утерхауса в 1883 году в возрасте 34 лет он женился на художницах Эстер Киноорти среди своих восьмерых братьев и сестер она была единственная которая занималась творчеством писала натюрморты представляла свои работы у пары родилось двое детей которые к сожалению умерли младенчестве в 1885 году художник становится членом Королевской академии и через 10 лет только академиком Утерхаус активно принимает участие в художественной жизни Лондона регулярно выставляет и преподает жилпись в школе искусств Эстер Джон Ууд Самые известные произведения Утерхауса это всегда сюжеты из древних мифов сказочные и исторические персонажи окутанные загадками и тайнами мастер начинает создавать особенно женский характер сильный обладающий властью как реальной так и магической свободолюбивой полные сдержанной грации чувственные характера такой взгляд органично вписывается в обстановку викторианской Англии где женщины впервые начали проявлять политическую активность ну и участвовать в выборах один из ярких женских образов Утерхауса это Офелия который посвящен цикл работ к сожалению дописать и до конца автора не удалось из-за тяжелой болезни для получения диплома в Королевской академии он представил именно Офелию созданную в 1889 году он был на хорошем счету у коллег художников искусствоведов и простой публики его талант понимали одобряли его работы к сожалению вышли из воды практически сразу после его смерти и снова стали интересны критикам и зрителям в конце 20 века Утерхаус выработал собственный стиль опираясь не только на академизм но и на творческую манеру импрессионистов он не стремился к идеальной гладкости изображения применяя зачастую широкие грубые мазки чтобы передать движение можете посмотреть его работы которые тоже скачал из интернета Утерхаус написал более 200 работ вызвавших одобрение как членов академии так и непросвещенной публики критики отмечали что своим успехом Утерхаус обязан к красоте своих натурщиц картины художника разбросаны по всему миру Великобритания, Австралия, Англия, США, Россия многие ранние портреты а также знаменитые леди Шаллот, лодки, серный ветер были написаны сестры художники Мэри Утерхауса Эстер Утерхаус супруга автора редко можно найти в творчестве лишь в незначительных портретах и бытовых зарисовках считала что леди Шаллот у лодки было написано с нее но совсем недавно исследователи опровергли это на многих картинах Джона Уильяма Утерхауса присутствует одна и та же модель рожеволосая девушка с тонким профилем считает что это Гвен Доллинган модель и одновременно друг семьи живописца она на протяжении многих лет общалась с ним и сохранила дружеские отношения с Эстер супругой Утерхаус после смерти живописца картина сон и его сводный брат смерть сделавший художника знаменитым обязаны не только его таланту но и миски и дубль с ней были написаны оба юноши сходство которых и указывает на их родство Мюрриэл Фостер была долгое время музой художника благодаря ей существует знаменитый женский образ колдунья Бэрри Ллойд еще одна из моделей Утерхауса более известна как девушка с картины пылающей ей Лейтона надо сказать что люди которые знали Утерхауса отмечали что отношения со своими моделями он поддерживал исключительно сдержанный никогда не допуская двухсмысленности в феврале 17 года он скончался в возрасте 67 лет не прекращая творить до тех пор пока это было возможно Эстер ее супруга пережила его на 27 лет и в заключение можно сказать что вклад в развитие искусства Великобритании считается неоценимым кстати в 1992 году его изображение появилось на британской почтовой марке коллекционера готова отдать любые деньги за то чтобы получить одну из его работ например святая цицилия была продана за 6 миллионов фунтов стерлинга Фонд Вейвера Ну вот пожалуй и все что мне удалось найти в интернете картины и немножко по биографии Джона Уильяма Утерхауса Номенитого английского живописца чьи работы относятся к творчеству Парафаэлита Все всем пока всем привет до свидания до новых встреч смотри третья работа пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...